всем привет с вами александр усольцев и это московские новости недели что ж неделька пролетела быстро мы для вас как сняли так и опубликовали много интересного контента мы всегда контент сначала выкладываем на бусти спасибо всем кто нас поддерживает на постоянной основе потому что вы ну платите нам зарплату у нас есть предсказуемая сумма денег которую мы можем потратить в том числе на производство контента ну и в целом мы за счет которой живем так что огромное вам спасибо уже ролик с ранним доступом есть на бусти отдельный эксклюзивный ну а что ранее выходило там вышло на основном канале здесь на ютюбе где мы все рады собираться на стримах и на прочих больших проектах так вот у нас во первых вышла судная казна ролик совершенно с уникальными помещениями здание нынешнего здания центробанка мы отсняли во всей красе настолько хорошо что даже нас мне прям даже неудобно было нас официальный центробанк знаете у них там всякие прогнозы котировки там и прочее и вдруг внезапно в их ленту официального телеграмма врывается пост а мы кстати пригласили александра усольцева и мозг волкс к нам тут я немножечко покраснел но ролик я считаю получился ну во многом интересным потому что уникальные вещи там показали совершенно вот эти хранилища сейфовые двери дореволюционные в общем посмотрите обязательно ну а еще на этой неделе у нас еще один уникальный ролик вышел ролик который по сути продолжил ролик двухлетней давности про дк каучук дк завода каучук который отреставрировали который мы все знаем по например фильму берегись автомобиля находится в хамовниках на плющихе будет теперь замечательное место для первого меда для проведения различных мероприятий студенческих концертов в общем также рекомендую посмотреть потому что там у нас опять и реставрация уникальная и собственно съемки тех мест в которые ну не вот так вот легко попасть а это у нас шедевр авангарда двадцатых годов вообще можно сказать мировое наследие авангарда ну а еще на этой неделе мы сняли метровагон маш то есть мы сняли прям как делают поезда москва 2024 чуть позже будет везде у нас на канале здесь же необходимо немножечко покаяться и дать опровержение потому что да конечно когда новости происходят особенно день в день иногда когда мы эти новости выдаем записываем их не всегда успеваем все окончательно проверить да и информации нет в прошлых новостях я сказал что дом с козами сгорел в бутово нет горел дом ну тоже там в частном секторе но другой а судя по тому какие фотографии на этой неделе приходит из бутова коз стало только больше на радость жителям других районов и наверное на беду жителям которые живут непосредственно рядом с частным сектором в южном бутово вот это как раз тот самый момент когда свидетелям не всегда нужно верить а проверять хотя бы по нескольким источникам мне сообщили о том что дом с козами горит непосредственно свидетели этого пожара искали да это дом с козами вот мы тут рядом живем ошиблись люди ну что бывает на этой неделе появились фотографии как выглядит сейчас здание новосухаревского рынка конторы новосухаревского рынка который находится рядом с метро сухаревская как можно догадаться и это еще один шедевр авангарда работы мельникова который сейчас реставрируется внутри там пока ну сложно говорить о том как это будет выглядеть после но в ближайшие годы обещают что вернут здание к изначальному виду и мало того что вернут к изначальному виду там сделают во первых те входы и выходы которые были тогда потому что там даже изменили конфигурацию этих входов и выходов планировку и более того кровлю сделают эксплуатируемой чтобы ну можно было там чем-то что то делать но при этом это собственно задумка изначально мельникова была в общем будем ждать хороших новостей очень радостно что к авангарду у нас стали относиться очень трепетно ну а еще на этой неделе сообщили что здание которое собираются строить в хамовниках рядом с новодевичьим монастырем такой странный такой брутализм или модернизм я даже не знаю как он точно будет в конце концов выглядеть что рендеры они немножечко старые может все измениться но так или иначе рядом с новодевичьим монастырем есть удивительно заросший не застроенный участок и там будет музей филиал музея исторического который на красной площади который будет посвящен новодевичьему монастырю почему это нельзя сделать новодевичьем монастыре потому что вот буквально в недавнее время на наших глазах новодевичьи монастырь передали рпц и соответственно там действующий монастырь там ведутся реставрационные работы а вот музейную экспозицию разместят рядом по крайней мере здание обещают достроить концу следующего года когда экспозиция откроется но пока не сообщают а тем временем на бауманской происходит удивительная операция чтобы перекрыть внутренний двор вот этих новых стеклянных корпусов бауманки на земле монтируется огромный купол стеклянный который потом на 40 метровую высоту поднимут целых двадцать два крана как вы понимаете купол то тяжеленный но вот будем ждать потому что строительная операция просто ну пока видимо чтобы не сглазить про нее как-то особо не рассказывают ну а на прошлой неделе я уже говорил что у нас будут реконструировать парк горького на этой неделе пришла конкретика будут три этапа до двадцать шестого года то есть в ближайшие годы то есть в этом году и в следующем году весь парк горького ну по крайней мере всю набережную перекопают и гулять там будет совершенно невозможно поэтому я думаю в ближайшее время сделаем стрим может быть на следующей неделе уже чтобы там показать все ну а там появится аж по набережной то есть набережную всю фактически застроит на набережной будут 20 павильонов то есть они будут конечно не жилые это все будет для работы парка но там будут разные там как сообщать визуальное искусство событийная площадка семейная гостиная гастрономический квартал и так далее и так далее и так далее а пионерский пруд получит причал и пляжную зону то есть на пионерских продукт на пионерском пруду теперь можно будет купаться более того вот удивляет еще больше что в нескучном саду построит двухэтажный спортивный комплекс с каворкингом и как еще сообщается после 25 года то есть не сообщать когда может быть вообще никогда но после 25 года сделают открытый бассейн длиной 130 метров на набережной маниловские такие сложные планы но в парке горького в ближайшие годы вы точно не погуляйте ну а все тем временем не сказать чтобы скандал ну но строительство там надо понимать весь двадцать третий год немножечко приостановилась нам радостно говорили весь двадцать второй год что там построит величайшую башню заложили что там будет этот one tower еще там в двадцать первом году показывали рендер такой утюг стеклянный что это будет вообще величайшая башня москвы величайшая башня москвы превратилась пшик потому что весь двадцать третий год никаких работ там не было вообще объект был законсервирован а в ноябре двадцать третьего года перекупила все мр-групп и тут же побежала корректировать проект видимо не знаю видимо что такое временное чтобы прощупать общественное мнение показала то есть показали какой-то такой вот такую вот загогулину не знаю возможно это просто показали чтобы показать но точно вот такого утюга работы с куратова там видимо не предвидится ну и высотность чуть-чуть убрали ну судя по этому рендеру и по крайней мере самая высокая башня в сити пока непонятно как будет выглядеть но если вы думаете что в сити происходит какая-то ерунда и что там вот какие-то огромные небоскребы то ли еще будет сити номер два у нас в принципе новой сити это скорее всего будет южный порт потому что там ну во первых уже давно показывали какие-то такие небоскребы и набережные что там будет вообще вся застроена небоскребами то есть огромнейшая площадь бывших промзон гаражей каких-то сервисов южного порта будет освоено но самое главное что там показали что на на уровне восьмого этажа там будет такая парящая набережная парящая веранда между небоскребами а внизу показывают марину и знаете это такое такое впечатление что съездили ну или рассчитывают на тех кто съездил в дубай и хочет вот хочу так же то есть какие-то знаете новые новые русские вот поселиться в южном порту ну а пока это выглядит все как это называют их воздушными мостами какие-то невероятные воздушные замки нам обещают в южном порту ну а будете в эти выходные кататься на самокатах прокатных своих будьте очень аккуратны ну на самокате всегда надо быть аккуратным соблюдать правила но с 19 по 21 апреля то есть в эти выходные пройдут массовые рейды то есть если вы не спешиваетесь например на пешеходном переходе или так медленно аккуратно его проезжаете то вас оштрафуют если вы попадете если вы например там едете где-то чуть-чуть быстрее вас тоже оштрафуют ну и в общем будьте аккуратны а у нас рядом с сити видимо также в пресненском районе но по крайней мере сообщать где нигде сообщать точно где но в пресненском районе видимо в районе сити произошло удивительная но удивительная кража жительницу подмосковья задержали за кражу часов стоимостью 1 миллион рублей и кража такая ну знаете и смех и грех то есть девушка познакомилась с парнем в баре и увидела у него какие-то дорогие часы но конечно же там ну знаете сити рядом все друг друг на друга смотрят парень сказал сколько они стоят наверняка и вообще в принципе она попросила их померить можно я померю надела на себя и тут же стала бить тревогу позвала охрану что мол парень к ней пристает парня конечно же несмотря на его протесты тут же выдворили из бара а девушка спокойно ушла с часами такой наглости такая наглость не проходит незамеченной тем более что под все под камерами было и девушку буквально быстро арестовали сколько ей будут вменять за кражу или за попытку кражи там стоимостью вещи стоимость в 1 миллион это уже решит суд но в общем потом будет рассказывать как по глупости попало но еще удивительная криминальная хроника из регионов приходит кучера арестовали на 5 суток предыстория такая что на новогодних праздниках в суздале кучер наехал на репортера россия телеканал россия ну наехал там него там что повредилось поцарапал его ну и уехал типа с места дтп плюс еще это произошло в пешеходной зоне и был суд который постановил что прецедент что извозчик двигался во-первых пешеходной зоне а во-вторых у этого извозчика не было прав то есть не извозчик а водитель кобылы арестовали на 5 суток знаете когда мы смеемся или там удивляемся хорошо удивляемся каким-то крохотулечным квартиркам которые все-таки имеют знаете имеют своего клиента и ну соответственно пользуются спросом вот вам предложение из питера с питерским колоритом старого петербурга 20 квадратных метров студия 6 миллионов но вы посмотрите спать вы будете напротив из расцового камина то есть видимо старый жилой фонд какой-то бывшая коммуналка разбитая вот на какие-то вот такие вот маленькие комнатушки где сделали косметический ремонт и продают но у нас в эфире ваша любимая рубрика московские старости 15 апреля только 56 года у нас 68 лет назад открылся театр современник студия молодых актеров тогда современник то есть отдали вот на фоне оттепели она открылась премьера спектакля вечно живые впоследствии на основе этой пьесы имевший невероятный успех колотозов снимет летят журавли фильм который повлияет не только на отечественное кино а вообще на весь кинематограф по всему миру то есть как это снято как по технологиям тогда то есть если вы не смотрели летят журавли посмотрите удивительный фильм о войне где врага не показывают ни в одном кадре и есть только один звук от выстрела но тем не менее вот это вот атмосфера типажи вот это вот какая-то удивительная такая москва до войны и во время войны максимально прям вот удивительных передана в этом фильме то есть если вы не смотрели просто посмотрите для ну условно для общего развития и удивитесь насколько тогда с той техникой снимали ну а собственно запустил эту цепочку событий этот фильм получается театр современник который тогда снял поставил постановку максимально дерзкую в пятьдесят шестом году о войне но при этом о ее ну скажем так тылах и скорее даже о ее психологическом эффекте на людей ну и конечно куда пойти выходные на этой неделе библионочь у нас все-таки день культурно-исторического наследия и библионочь пройдет вот субботного воскресенья то есть в любой библиотеке будут какие-то лекции мастер-классы так что можете просто посмотреть в субботу вечерком куда-нибудь сходить рядом с собой пешком у нас ярмарка современного классического искусства арт москва в гостином дворе у нас в музее археологии москвы выставка владимир юрий андрей тысячи лет то есть как осваивали московский край ну и конечно заходите по ссылке в описании там всегда указано куда пойти выходные целое расписание в том числе предыдущие события целый календарь ну и конечно заходите на наш канал каждую субботу и воскресенье в 10 30 у нас что-то интересное в субботу мы гуляем по петровке во все вот эти дворики высокопетровские монастыри в общем я надеюсь с погодой нам повезет будет интересно а в воскресенье мы отправимся на неизведанные никогда не не бывший нашем канале территории это новые черемушки и самое главное усадьба воронцова отправимся мы туда с полюбившимся вам александром спиваком с которым мы гуляли по ясенево так что не пропустите в воскресенье в 10 30 ну и конечно заходите на наши экскурсии которые также проводятся в поддержку канала от курской до хитровки от вокзала до ночлежки 20 апреля иван абашев будет рад вас поводить и 21 апреля у нас целых три экскурсии воскресенье с хорошей погодой у нас таганка за садовым купцы и городские детали иван абашев также покажет множество интересных городских деталей ваш покорный слуга будет рад поводить всех по плющихе и девичьему полю девичьему полю который как я все время как вот путаю 21 апреля в 14 часов добро пожаловать и о сыромятниках высоких горах пронзеном пегасе влюбленных огородницах 21 апреля в 16 часов алексей дедушкин будет рад вас от курской поводить по сыромятникам вот совершенно тоже такой интересный и недооцененный район ну а я здесь с вами прощаюсь спасибо что смотрели спасибо за поддержку и самая большая поддержка это лайк вот прям сейчас подставьте подписывайтесь на этот канал кто еще не подписался и конечно хороших вам выходных хорошего вам настроения весна идет весне дорогу с вами был александр усольцев александр усольцев